Утверждение плана полета последней подготовки и Ан-2 поднимается в воздух. На борту сотрудники МЧС, которые согласны топографическим картам, изучают местность, над которой проходит самолет. Цель полета – мониторинг территории Рязанской области с целью обнаружения возгораний или задымлений в лесных массивах или на полях. В данный момент в Рязани сохраняется особый противопожарный режим. По состоянию на сегодняшний день лесопожарная обстановка на территории области стабильная. Зарегистрировано 10 природных пожаров. По сравнению с прошлым годом значительное снижение. В прошлом году с аналогичным периодом, если сравнивать, произошло 26 пожаров на общей площади где-то около 2,5 тысяч гектаров, а на сегодняшний день где-то около на площади 9,5 гектаров. Во время таких полетов в случае обнаружения любого задымления происходит немедленное реагирование на ситуацию. Если во время полета обнаруживается задымление, автоматически снимаются координаты данного задымления и данные передаются Центру управления кризисной ситуацией. Старший оперативный дежурный организовывает реагирование на данное задымление. Немедленно высылаются силы и средства местного пожарно-спасательного гарнизона на территорию, которая произошла или обнаружена задымление. Во время полета сотрудники МЧС отмечают на картах особо значимые места, где располагаются торфянники. Часто именно они являются причиной затяжных пожаров. Всего существует два маршрута патрулирования с воздуха. У нас разработаны два маршрута. Это Малый круг. Мы захватываем Рязанский район, Рыбновский район, Клепяковский район и Спасский, Шиловские районы. Это Малый круг у нас, она где-то по протяженности где-то на полутора часа хватает. И есть Большой круг, более трех с половиной часов мы летаем. Мы захватываем даже самые дальние районы. Это такие, как Касимовский район, Кадамский район, Ермишинский район. Также эти районы являются лесными. Подобные полеты начинаются в основном с марта для проверки паводковой обстановки. Затем они плавно перетекают в мониторинг лесопожарной ситуации. В том числе сотрудники МЧС принимают участие и в поисковых операциях. Периодически на таких самолетах они ищут людей. В результате этого облета не было выявлено ни одного задымления или пожара. Мониторинг будет продолжен.